Ладно, значит, я спасу кое-какое время, я не буду долго говорить, но я хочу начать с моей точки зрения хорошего видео, потому что я был один заинформирован, что нам необходимо больше на эксперимент обращать внимание, да, и на то, что в бобшопе я сообщал, что у нас были проблемы с неогиевым раном по поводу баллистик родаут, мы его повторили, вот сейчас я могу пустить по рядам образцы, которые я привез, которые частично уже характеризовались в гене, но они довольно сложные, там много чего люди в дизайн носовали, и поэтому необходимо продолжить, и эти эксперименты будут продолжены здесь, смотрите, какие они красивые, они вообще говоря работают, вот, но, конечно, я не уверен в стопроцентной функциональности, но, с моей точки зрения, тестовое измерение можно делать, особо обратите экспериментатору внимание, вам с этим работать, это действительно рам идет около месяца в чистой комнате, после этого все это расставляется вот в такие платки, и Леня был, наверное, 3 недели у нас, да, Леня? Сколько? Две, но мерил почти все время эту штуку, да, и, конечно, там до конца не померил, там много еще чего можно делать. Да, это, конечно, замечательно, я считаю, что уже здесь начальник, а надо просто вопросов. Нет, я сегодня решил делать только результаты, а вопросы будут самые маленькие, в самом конце. Теперь вторая хорошая новость, к сожалению, мы не успели, я знаю, что руководством лаборатории было одобрено хайки-сервное направление, это означает, что делают излучатель детекта прямо на одной подложке на грейнбауме и джаншен, и я знаю, что проблемы с технологией здесь в Новгороде есть, мы организовали этот рам у нас, я не успел его к приезду, но в течение месяца образцы будут сделаны, дизайн уже передан в чистую комнату, дизайн был разработан здесь, в Новгороде, и мои пацаны, значит, на наших подложках делают эту штуку, и мы тоже это передадим сюда для измерения. Это вторая вещь, это тоже эксперимент, значит, вот третья вещь, это тоже эксперимент, и это я буквально коротко расскажу, это не очень сложная работа, но, с моей точки зрения, вполне симпатичная. Значит, во-первых, это комбинации иены, вот это иенские люди, это вот Чалмерс и вот это вот люди из нашей лаборатории, а это еще и VTT, я скажу, почему VTT, потому что VTT – это Зимляндия, потому что первые образцы, которые должны быть измерены в мели-кельвинах, обычные технологии наши не подходят, там шунты переходят в нормальное состояние и плотности тока, ну просто здесь не шунтированный контакт, ну не важно, технологию надо адаптировать к мели-кельвинам. И поэтому, чтобы понять Proof of Principle, мы связались с этими пацанами, они нам сделали образцы для провода. Значит, основная идея, здесь вот понятно, что я хочу сказать, что мы говорим, что давайте использовать самый естественный детектор на чипе, который является просто односшим с русским контактом, что тривиальнее, чем скрин, просто потому что он один, а не два. И вот я расскажу, зачем это надо, что мы померили, какую-то возможную организацию, и вот это вот только единственный будет вопрос, как это дело на самом деле оптимизировать, и как реально построить теорию для этих вещей, потому что она существенно не стационарная, но я скажу по словам какие-то. Сначала я напомню просто, о чем поговорим, зачем нам нужно этот контакт, потому что у нас есть... То есть плохо видно вообще, да? У меня на экране достаточно все хорошо видно. Ну, я не виноват, я буду по словам говорить. Значит, у нас есть линия, по которой бежит вот этот флаксон, вот она здесь сделана, такая дискретная линия, и когда такой флакс пробегает здесь, его можно детектировать с помощью некого детектора. И если мы будем включить некое взаимодействие индуктивное этой линии с каким-то объектом, это может быть кубиц, квит, магнитный поле, лакан, что угодно, то движение флаксона будет меняться. И с помощью вот этого детектора здесь мы будем, значит, изучать динамику системы, которая вот здесь вот рядом с этой линией находится. Ну и мы много раз это обсуждали, может быть я не буду, я просто напоминаю, потому что не буду входить в детали. Вот это очень интересный и конкретный эксперимент, который мы хотели делать, это когда у нас две линии, одна линия задерживается там чем-то, например, кубитом, и мы меряем задержку между флаксонами и двумя, которые здесь пущены, и вот каким-то таким детектором все это начинаем мерить. Ну и вот, значит, что здесь детектор можно поставить? Первое, хочу сказать, что вот просто с обычной вольтамперной характеристикой такого нешультированного джетсонского контакта, мы можем поставить его здесь очень близко к переключению, и когда кто-то приходит, либо флаксон, либо единичный фотон даже гигагерсовый, он немножко сдвигает переток, и тут переключается. Это вещь не новая, это люди использовали на самом заре изучения кубитов, Ханс мой просто так и делал, он просто, но он делал это с диссиспидом нешультированным, но проблема в том, что никто и никогда не изучал эту вещь детально как детектор. Вот какие свойства этого детектора? Я не знаю ни одной литературы. Люди используют это, а вот так профессиональной характеризации такого не было сделано. Ну и сначала давайте интуитивно. Значит, мы поставили вот сюда вот эту штучку, и что мы будем ожидать? Мы будем ожидать, что вот если какой-то топ возникнет из-за того, что пришел внешний сигнал, это может быть как и сигл джетсонжат, как и одиночный джетсонский контакт, так и скрипт, неважно. Ну, это без разницы, мы, конечно, будем сегодня говорить об этом, но это тоже возможно. Значит, он переключается в состояние. Значит, какие прелести у этого детектора? А прелесть такая, что время редаута, время, которое вы можете прочитать, оно бесконечно. Он переключился и стоит так. Это хорошо. И очень сильный сигнал, потому что это сигнал милливольдик. Он переключается на щелевое напряжение. То есть это легко читать и очень долго. Далее. Что неплохо? Дело в том, что когда он переходит в кошмарные вделения тепла, это, конечно, дистрактив редаут. Это ни в коем случае не нон-демолюшен нажим. То есть это дистрактив редаут, которые лупят по цепи, и поэтому что нам нужно? Нам нужен ресет, конечно. Значит, нам надо подождать, снова приготовить детектор в состоянии, и снова его, значит, так ему ударить. И, конечно, это очень чувствительно к шуму. Потому что чем ближе мы подойдем к точке переключения, тем более чувствительны будут наши измерения. Это очевидный факт, который не надо даже оставить. Поэтому нам нужны очень низкие температуры и очень низкий шум. Вот. И поэтому, не поэтому, а еще и тому же технология, которая существует, скажем, у нас в ЕНИ, она должна быть адаптирована для того, чтобы делать такие датчики при великолепных температурах. Мы это вначале и говорим, но, тем не менее, значит, это тоже очень важно. Значит, вот здесь я показал вольтамперную характеристику. Здесь, к сожалению, плохо видно. Это статистика переключений контакта при различной температуре. Вот здесь температура написано. Но я потом покажу слайд, который все это суммарно показывает. Что-то путает с английскими словами. Значит, и прокомментирую эту картинку, потому что здесь плохо видно. Вот. И вот я хочу сказать, что в Финляндии напылили нам такие контакты с очень маленькой плоткостью тока, 30 см2. Контакты были порядка микронного размера. И результат, который мы получили ниже 60 мк, 60 мк повторяет номинальная температура. Я не говорю про температуру образца. Я говорю про ту температуру, которую мы меряем в камере смешения. Ниже 60 мк ширина переключения такого контакта была 4,5 нА. Вот это важная цифра, потому что мы ее сейчас запомним, для того, чтобы попытаться оценить шумовую температуру нашего контакта. Нашего датчика, так сказать. Значит, вот тут я хочу сказать, что кроме того, что мы говорили про Борис Микридалл, можно еще попробовать вообще сингл-фотон-детектор на микроволновых частотах. Значит, как это можно сделать? Просто это такой дизайн теоретический, который мой студент придумал. Вот у нас такой есть λ на 4 резонатора. Здесь он за землё, здесь λ на 4. Вот сейчас вы увидите эту штуку, и сюда входит один фотон. Значит, вот мы необходимо оптимизировать так, чтобы сделать эффективный датчик, чтобы фотон все-таки здесь прошел, а не отразился. Значит, нужно схватить его в резонаторе, этот фотон, и ток будет максимальный, вот это видно вот здесь, он будет максимальный вот в этой точке. Поэтому здесь очень удобно ставить какой-то детектор, если мы этот фотон заплатили. И теперь смотрите, вот это важная цифра. Если вы посчитаете, какой ток, вот здесь, амплитуда соответствует одному фотону на 2,5 ГГц, то вы увидите, что это 30 нано-анкет, примерно. А вы вспомните, какую ширину мы помедлили? 4,5. Это что означает, что мы можем сделать, значит, такой символ-фотон-детектор просто с помощью одиночества Солнечного контакта, если мы здесь свяжемся хорошо, довольно эффективно? Это было бы вообще очень здорово, потому что, насколько мне известно, на таких микроволновых частотах однофотонных детекторов просто не существует. Вот. И как нам все-таки эффективно вот это все померить? Значит, это большой вопрос. И вот здесь, я говорю, можно поставить сюда либо, что тут не видно, либо контакт, либо сквит. К сожалению, просто отличается. Вот я здесь ставлю контакт смещенный, вот это там смещается. Либо просто вместо контакта ставлю сквит. Вот такой пропозор был, но вообще ничего не видно. Формулы все расплылись. Ну ладно, будем без формулы. Совершенно неважно. Формулы простые. Значит, для тех, кто это никогда не читал, они сложные. Для тех, кто знает, они очень простые. Значит, идея вот такая, что мы меряем две вещи. Мы можем мерить сам ток переключения. Вот он здесь показан точками. Ток – это середина нашего распределения от температуры. И мы можем мерить ширину распределения переключения тоже от температуры. Вот она здесь показана. Эта картинка была сделана Леоней Ривеном, когда он обрабатывал наши результаты. И вот смотрите, ток начинает отклоняться от закона Крамерса, теплового уширения, примерно в этой точке. Переход из термической ширины к какой-то типовый канал проходит и по этой точке. Эта картинка одинаковая простоerting из графика. И если мы их посчитаем, это окажется, что это примерно меньше 60 миликель. То есть там 58 миликель, ну в общем 60, скажем так. И значит вот это все совпадает. Мы тут написали некие формулы, которые показывают, что все это правильно работает. И внизу здесь выписана температура перехода между квантом и классическим режимом. Эта формула нам нужна, чтобы оптимизировать, потому что мы видим, что шумовую температуру нашего детектора определяет именно этот переход между квантом и классическим режимом. То есть квантовые и квантовые флуктуации не позволяют реализовать числить недальше. Смотрите, я повторю, очень важно, что оказывается, что такой простой джессонский контакт имеет шумовую температуру 60 миликель, меньше. Опять здесь ничего не видно. Я хочу сказать, что я скажу словами. Идея такая, что оказывается, можно довольно просто оценить эту температуру из ширины распределения. У нас ширина распределения 4,5 мА, значит половина будет 2,5 мА. Так вот, если эту энергию этого тока приравнять к КТ, я сам удивился, когда посчитал, и здесь это написано, оказывается шумовая температура такого детектора 54 миликель. Поэтому я хочу сказать, что, кроме всего прочего, мы показываем совершенно простой метод, как вы можете определить шумовую температуру детектора переключения тока на одной джессонских контактах. Оказывается, совершенно просто. Пол ширины распределения берешь энергию, ее берешь как джессоновская энергию. Здесь это обосновано более серьезно, потому что здесь есть джессоновская энергия, которая приравнена к КТ и так далее. Но не видно, поверьте мне, что если кто хочет, я потом покажу, как это делается. Оказывается, что ты нам оставишь свою презентацию, она-то хорошая. Она там отличная. Нет, нет, нет. Ну, посмотрите, если бы я видел такое на своем компьютере, конечно, я бы не стал позориться. Ребята, он вышел. Конечно. Извините, но это просто я не знаю. Вот. Ну и вот немножко про оптимизацию. Значит, там формула была выписана, которую вы не видели. В которой есть температура перехода между квантовым и классическим режимом, который является шумовой температурой. Вот этот график показывает, как ее посчитать. Считается это от развертки тока. То есть скорость развертки тока. Мы делали развертку тока очень медленно, потому что идея такая, что если вы делаете быстро развертку тока, медленные флуктуации не успевают переключить контакт. И чем медленнее ваша развертка тока, тем шире будет распределение. Поэтому чем быстрее, тем уже. Но это здесь и показано. Вот чем быстрее, тем уже. Вот так вот здесь. И все зависит экспоненциально от емкости. И ответ такой. Поскольку многопараметраческие задачи, для того, чтобы оптимизировать джезосомский контакт для измерения, необходимо заранее выбрать частоту. Вот если вы частоту сказали, я буду работать на 2,5 ГГц, после этого есть рецепт, как все это посчитать, как оптимизировать и какой контакт сделать, чтобы это детектировать оптимальным образом. Это уже просто все тоже есть в руках. Так, и последний вот. Это мой последний слайд. Смотрите, как я уложился. Это кофе-брейк. Значит, это может быть вопрос к Андрею, который сейчас занят, и к его бойцам. Значит, мы это немножко обсуждали в Новосибирске. Проблема в том, что то, что я показывал, это все адиабатический режим. А на самом деле, если по-честному говорить, у вас есть такой потенциал, вошборд это называется, потенциал джезосомского контакта, и туда приходит очень быстрый фотон. Он приходит на очень высокой частоте. И он трясет потенциал, а не только меняя частицу. Поэтому нужно рассматривать неодиабатическую, квантово-механическую задачку, как переключается такая вот система из одного состояния в другое. И в теоретическом мире, я не знаю, кто этим занимался, но, например, у нас есть коллега из Дании, такой известный квантово-оптик Клаус Нормер, который недавно, буквально несколько месяцев назад, опубликовал статью, в которой использовал технику какого-то там imaginary potential, для того, чтобы посчитать эти приключения, вычислил все эти свитчин-штучки. И мне не очень понятно, где наши джезосоновские теоретики. Неужели квантово-оптики должны приходить и нас учить чему-то? Я уверен, что наши ребята подобные что-то делали. А Клаус, по-моему, просто это не читал. И вот я хотел бы теоретиков спросить, поэтому я так прошу, мне нужна помощь, чтобы понять, как правильно рассчитывать такой детектор, как можно ближе к реальности, потому что то, что мы сделали, это такой хендвейвинг, это адематические случаи и так далее и так далее. Вот такой, на этом я, пожалуй, закончу ровно твой. Спасибо. Сегодня уже второе аплодисменты, но теперь вопросы. прошу, пожалуйста, Григорий Иванович, потом мы, потом. Очень интересно, шумовая температура была представлена, 54 миликельвина. 54 миликельвина, я посчитал, а так, 3 миликельвина 60. Так, теперь интересно еще посчитать.